добрый день дорогие друзья с вами ваш юридический омбудсмен фанис гримзянов и сегодня тема на злобу дня это мобилизация ее последствия о том какие требования необходимы для того чтобы человек мобилизовали мы уже с вами знаем поскольку это было многочислено сказано по телеграм-каналам по федеральным каналам очень много об этом было написано но очень мало дается информации о том как быть людям которые либо попали под мобилизацию по ошибке хотя сейчас справедливости ради вводятся горячей линии которых люди могут уточнить но на самом деле к сожалению люди которые консультируют очень часто нарушают при этом права людей которые обращаются за разъяснениями и дают очень часто не совсем правильную с точки зрения юриспруденции информацию а также как быть с людьми которые по идейным религиозным или иными соображениям не хотят принимать участие в своего и попадать на фронт очень сложный вопрос таких людей достаточно много часть из них как вы можете знать по крайней мере по источникам которые публикуют якобы на ссылки со ссылками на фсб что за шесть дней в течение которых идет мобилизация страну покинула более 260 тысяч человек ну наверняка возможно эта часть еще и туристов и так далее но так или иначе поэтому сегодня мы с вами поговорим о том что нужно сделать чтобы защитить свои права и чтобы мобилизация в отношении вас произошла скажем так по всем требованиям закона хочу восстантировать свое внимание что здесь я не говорю о том как незаконно избежать мобилизации и так далее не делаю никаких призывов я просто освещаю в рамках общественной деятельности все права которые есть у граждан которые попали под мобилизацию ну и для тех соответственно кто не хочет не может или по закону не положено отправляться на фронт или в другим войсковым частям для исполнения обязанности в рамках частичной мобилизации и так перво-наперво если вы хотите скажем так чтобы мобилизация прошла вас стороной и если вы по требованию проходите как это было уже сказано давайте разберемся с прописными истинами во первых точно так же как и в отношении срочного призыва действует правило о том что необходимо получить повестку то есть не получение повестки не порождает у вас каких-то прав и обязанностей в отношении того что необходимо явиться военкомат поэтому максимально долго и оттягиваем срок момента когда вы получите эту повестку то есть вам необходимо решить вопрос с работодателем чтобы он был лоярен к вам и не вручал эту повестку если это возможно конечно дальше избежать вручение повестки через сайт госуслуг телефон и иными способами которыми пользуются на сотрудники военных комиссариатов и если вы знаете что к вам придут по месту жительства наверняка имеет смысл поменять место жительства опять же это не рекомендация не призыв действует я просто осуждаю о том какие у вас есть возможности если вы не хотите например уйти с первой волной мобилизуемых вот сейчас теперь стоит разобраться все-таки над самым животрепещущим вопросом который беспокоит многих относительно повесток вот что делать если они будут получать повестку на работе и вообще по телевизору говорят что я уклонист и мне теперь светит десять лет или если я получил и расписался повестку и не явился в тот день и в то время которое указано в предписании значит фактически я уклонист и снова 10 лет я хочу очень внимательно подчеркнуть этот момент что сейчас вся государственная машина заточена на то чтобы напугать запугать людей и сломить волю к какому-то критическому мышлению к сопротивлению и так далее поэтому тут очень нужно внимательно понимать юридическую правовую базу всего происходящего смотрите даже если вы служили в армии и вы находитесь запасе вы гражданский человек то есть вы не являетесь военнослужащим и соответствии со всеми текущими обзорами судебной практики это действительно текущий момент и структурой уголовного кодекса уголовное преследование применяется только в отношении военнослужащих а военнослужащим вы можете стать только тогда когда вы попадете военкомат пройдете медицинскую комиссию получите предписание военного комиссара уже куда дальше действовать сборы отправляться к месту внесения боевого дежурства к месту проведения боевых действий и так далее то есть до этого момента вы гражданский соответственно на вас даже за нарушение тех обязанностей которые предусмотрены законом фаза бомбилизации воинской службы и так далее за нарушение этих обязанностей вы ответственность административную, то есть от 500 до 3000 рублей. Это очень внимательно нужно понять. То есть, еще раз, неполучение повестки или получение повестки и неявка военный комиссариат в указанное время в повестке не влечет у вас автоматом 10 лет лишения свободы. Это специально государственная машина пугает вас, поэтому, пожалуйста, нужно успокоиться и понять. Соответственно, если вам мало времени дали по этой повестке и у вас есть законные основания для того, чтобы получить отсрочку или иным образом в законном порядке, в судебном порядке рассмотрели ваше обращение до того, как вас отправят на фронт, вы вполне можете не являться по этим повесткам, доказывая свое право в судебном порядке, через жалобы в прокуратуру, военную комендатуру, непосредственно сам военный комиссариат, председателю призывной мобилизационной комиссии, прошу общения, мобилизационной комиссии региона и президенту Минобороны и так далее. То есть, куда угодно, в самом деле, можете оспаривать. Если ответы, которые вам придут, вас не устроят, вы можете подать еще исковое заявление с ходатайством о применении в отношении вас мер, чтобы вас не трогали в этот промежуток времени. Все это у вас есть такая возможность. Поэтому на этом промежутке, пока вы не попали в военкомат, в отношении вас действует правовое поле административное. Поэтому, дорогие граждане, те, кто все-таки хочет попытать счастье и сделать все необходимое, чтобы в отношении его действовала, например, альтернативная гражданская служба или вообще он не попал под мобилизацию, его заявление было рассмотрено и он подает все эти жалобы, ваша задача как можно дольше не попадать в военкомат. Вы должны избегать его под любым предлогом, по всяким звонкам и так далее. То есть, очень много нарушений со стороны военных комиссариатов, когда они звонят, звонят вашим родственникам, просят прийти и люди приходят. Когда грабодатели не вручают повестки, просто говорят, идите и шуруйте сами военкомат, ну и так далее. То есть, основная задача не приходить в военкомат, если вы проводите сейчас действия по оспариванию, обжалованию, подготовке документов на предоставление отсрочки, например, законной. Дальше, если вам необходимо передать какие-то документы и решить этот вопрос, наша компания рекомендует обязательно сделать доверенность на лицо, которое будет этими услугами заниматься. Это могут быть как представители коммерческие, то бишь мы, юристы, так и ваши родственники, которые могут прийти в военкомат, показать все эти документы и требовать предоставления вам отсрочки, либо отмены в отношении вас мобилизации. Вам самому туда лучше не ходить, потому что с вероятностью 90 процентов то, что мы сейчас видим по телевизору со сводок всех телеграм-каналов, вас автоматом загребут и отправят уже в часть. Поэтому не надо испытывать судьбу, доверьтесь и действуйте так, как разрешает вам закон. Статья 59 Конституция говорит о том, что вы можете, имеете право, если это соответствует вашим вероисповеданиям, совести вашей и так далее, не участвовать в военных действиях. Это ваше коллекционное право, поэтому государство должно его реализовать. Мы все еще пока живем в правом государстве. Далее, если все-таки вы уже попали в военкомат и вас определили уже в какую-то часть для прохождения обучения, но вы все-таки понимаете, что вы не хотите участвовать в боевых действиях на Украине, опять же, это ваши права. До изменений, которые внес президент, на мой взгляд, они крайне пагубно влияют на общество и он очень сильно ущемил права той части людей, которые не хотят убивать других людей, которые не хотят участвовать в войне. Это касается даже не СВО, а в целом просто. Поскольку уголовный кодекс теперь не содержит сведения, что это касается только СВО, он говорит, что в целом отказаться от войны, неважно, Россия, например, будет воевать с США и так далее. Вы не можете. За это теперь полагается уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет. Но если ставить на чашу весов вашу жизнь и уголовный срок, мне кажется, ответ очевиден. Поэтому на этой стадии вы все-таки еще можете решить вопрос с минимальными потерями для вас, написав заявление, что вы отказываетесь участвовать в военных действиях, в специальной военной операции и так далее. Если когда-то будет война, например, сказать, что отказывают участвовать в войне и так далее, и в отношении вас, соответственно, уже будут составлены документы, направлены в компетентные органы, и вас не должны туда отправить, а в отношении вас будет проводиться судебное свидание и выбираться мера наказания. Потому что если вы уедете на фронт и там уже заявите или будете пойманы за дезертирством, например, там сроки уже значительно больше, и тут действительно, скажем так, есть чего бояться, потому что сроки и до 10-15 лет. На этом, дорогие подписчики, все. Кратко по тезисам. Я сказал, если у вас есть основания для получения отсрочки, не забывайте, дорогие друзья, применять все меры, которые у вас сейчас есть. Это обжалование этих повесток, мобилизационных подписаний и так далее. Если отсрочки нет, чтобы все-таки комиссия рассмотрела ваше заявление на предоставление, вернее, замену мобилизации в отношении вас на альтернативную гражданскую службу, несмотря на то, что сейчас есть разъяснение, что этого не предусмотрено, однако это ваше конституционное право. Далее, второй момент, если мы говорим про тезисы, это максимально отсрочить ваш приход в военкомат, потому что задача военных комиссаратов сейчас собрать по максимуму людей, затащить и отправить. Поэтому, если есть возможность оттянуть этот момент, оттягивайте по максимуму. Еще раз напоминаю, даже если вы не явитесь в срок, который указан в повестке, на текущий момент, по текущему законодательству, это штраф до 3000 рублей. Как по мне, оно того стоит, несмотря на то, что это нарушение. Ну и последний, третий тезис, который хотелось бы проговорить. Даже если вас уже забрали на прохождение военных сборов, на этом этапе у вас есть законное право все еще конституционно отказаться от участия в боевых действиях, если это противоречит вашим убеждениям, чувством совести, либо религиозным каким-то вашим убеждениям и так далее. На этом, дорогие друзья, все. Еще раз извиняюсь за то, что сегодня в таком виде записываем, но, скажем так, работы очень много. Хочется максимально донести до всех своих клиентов, до всех наших подписчиков и в целом просто для слушателей в рамках нашей общественной деятельности эту информацию, чтобы вы не делали глупостей, успокоились и не было паники. А для товарища майора, если он это смотрит, здесь не было никаких призывов к уклонению или еще что-то. В своем видео я просто пытаюсь рассказать о том, какие права и обязанности есть у граждан Российской Федерации. На этом все, дорогие друзья. До новых встреч.